всем привет у кого-то уже во всю цветут орхидеи у меня зацветать начинает только первенцы и вот пожалуйста мандала и сапфирчик начинает открытие но вот не хочу туда лезть но видно знатоки поймут должна быть бабочкой но по бутонам по бутонам по форме бутоном вижу что скорее всего это не она что печалит придется придется ну-ка давайте как все таки посмотрим попробуем ну да вот здесь уже нету такой вот как перышки острые у бабочек на краешках ровные скорее всего обычно это вот мои первые зацветающие орхидеи их будет не так к сожалению много но у мандалы обрезала листик потому что здесь была такая полоса боялась чтобы она не пошла стволик вот решила вытащить для показа вам здесь вот обрезала обработала ничего дальше не идет вот где брала вот название но пусть хороший сам по себе но похоже предательски красивые такие загорелые но форма не то ой с этой мандалой господи прости что скажешь придется вот говорю еще одну брать это уже какая попытка и вот пожалуйста успешная но не успешная в плане цветения ну все об этом говорит мне хочется лезть потому что ковырять что цветок не отвалился будем ждать но уже видно пришла смотрю на эти дебри вот ответвление у меня тоже вот есть беглипчик вот первый листочек там начинают открывать тоже покажу ближайшее время но вот эти дебри которые на заднем плане вот это вот этот беглип он был на каскаде и вот на этих каскадах тут один одну сторону другой в другую сторону он под ответвление подавал и чё кто куда короче не знаю что это получится как это будет выглядеть одни в эту сторону этот в ту сторону при этом он так стоит что они пытаются которые пошли в эту сторону повернуться туда ой в общем черте штуки но и немцы ну посмотрим ну тут моя бабочка афро тут только-только вот дует вот он и новый цветонос я говорю тут у всех цветения закончится у меня только начнется но так не так много тоже вот это цветление самостоятельно орхиде не захотела свести хотя слон и всего четыре бутылки но я им рада тоже вот ответвление только-только бутоны набирается так что все впереди немного но перед что друзья я к вам с новым видео которое выложу наверное в одном вот у нас прошло время такой вот симпатичный конечно в плане того что такие окрасы знаете как у ту радуги загореленькая такая румяненькая но но не бабочка ну что вот сделаешь не бабочка вот открылась у меня мандала которая должна быть с пиларичной формой вот такая вот крапушки красивенькая румяненькая небольшая но не бабочка и тут вот как я предполагала и дальше по бутонам я не вижу что там будет что-то интересное сегодня у меня еще лампа перегорела вот здесь какой-то кошмар но у нас есть лампы покупали их в большом количестве в плане небольшом а нужное количество по полкам на стеллаже вот потому что здесь они разные мы хотели прийти какому-то одному знаменателю и чтобы лампы у нас все были одинаковые поэтому есть на что поменять слава богу покупать не надо в общем первый распуск и первое такое вот разочарование этого сезона я уже говорил многократно что у меня практически ничего не цветет вот тут что-то пытается и я рада хотя бы этим маленьким мелочам конечно вот таким вот мелочам вот пожалуйста сапфир взяла рубль ну вот короче орхидейка с рубль при этом я не знаю что тут она в конце решила тут скуржопила но тут у дальше вот чуть вот вот он она засушила но сушит бутон вот не знаю что то есть одни могут хорошо стоять рядом а другие могут сушить бутоны я не знаю с чем связано уже и думала и со влажностью хорошо то есть на одной полке одна и та же влажность но кто-то сушит а кто-то нет ну такой себе не заказала себе еще одну мандалу будет еще очередная попытка все-таки приобрести ее сохранить в коллекции и надеюсь она будет по сорту покажу также беглипчик который тот раз пытался открываться сейчас секунду вот он открылся и что подлец делает вот бутон следующий он его будет сушить и на краю тоже будет сушить до всего нет ничего при этом вот так вот со мной говнюка такой поступает конечно это расстраивает если у тебя цветение так вот минимальное по количеству такой кустик свободно могут быть бы дать и свежий новый цвета нас на зажадничал и дал только вот ответвление которое еще и вот сушит пробежалась там по окошку и есть проблемки с двумя орхидей коми ну вот с капризу ли мы пойдемте покажу а вот друзья давайте посмотрим это я сейчас вам напомню они покупались чуть больше полугода назад я принесла три орхидеи с леруа мерлин ну не я андрюшка мне купил сыночек это у нас лас-вегас это саппорита и еще был манхэттен он и есть девочки но он уже живет не у меня манхэттен уехал к леночке с нашей группы в качестве подарка ну на определенный какой-то розыгрыш в группе вот надеюсь что он хорошо поживает вот получается прошло у нас чуть больше чем полгода я говорила что нас ними ничего делать не буду ничего обрезать не буду уже не были у меня в эфире где-то вещала я про них и корни не буду обрезать не будут там копошиться не буду вытряхивать пересаживаться все таки они простояли больше полгода да там месяцев семь даже да и тут решили что делать я прям вообще не знаю вот спарита и вот она он отвалился я пока не слас из подоконника отвалился но лист и начал желтеть четко от шеи и вот уже вот крайне еще еще зеленоватый вот такая саппорита вот дупло единственное от корня там еще существует может где-то что-то там но я не думаю я думаю что этот проблема вся вот в этих местах цветоносцев а тут их еще было вот посмотрите один до второй сейчас конечно чешуйку мы снимем и посмотрим вообще что тут как за это время вот этот вот листик он был надломленный но мы не видели когда купала дружка ну ничего он вырос это был тогда центральный лист вырос и вот еще один еще больше дал и вот начал козлить так один и лас-вегас тоже как я сказала ну вот этот товарищ чуть-чуть мне тут покидался корнями но еще имеется и нормальные живые вот зеленые и вот он тоже самое делает видите лист от шеи тут край еще зеленый он ты в каких местах тех же местах где цветонос вот так вот ничего не делала как я сказала тут ничего не рыло ничего не обрезала сейчас тоже снимем чешуйку чешуйку листочек и чешуйку от него и посмотрим что сделала за это время ну как минимум вот этот листик вырастила может даже и вот этот ну не помню ну как минимум один точно дал как-то все очень странно в один день они у меня появились и в один момент оба вот так вот появились прям какие-то мистические магические моменты это все навевают что морковные пироги оба правда с разницей были куплены в год жил один у меня уже несколько лет другой прожил там тоже где-то я не знаю ну с годок да там или полгода ну не знаю от сезона до сезона и решили скопытиться решили и скопытились да ну вот стоя на разных подоконниках ну еще залезем давайте посмотрим давайте будем смотреть это своем роде тоже у меня был эксперимент что будет если ничего не делать потому что оба сорта достаточно капризные и по корневой системе они как бы ну не очень сапориту все знают с корнями у нее там прям ну беда почти всегда и сидят посмотрите сложном грунте вот в таком вот это просто один торф можно сказать а каша ну вот смотрим того что у нас там у нас там корешочек хотел появиться да и не пробился а вот здесь что а здесь вот тоже видимо хотел не пробился и стал черным здесь надо как-то отодвинуть друзьям не вот эту так вот один был так сейчас я вас немножко не туда спущу показывать буду то есть вот корешочек был от него и какая-то чернота как бы нет этот листочек вот под листочком и кажется вот ауте и сидит беда вам так не кажется сейчас мы как-нибудь посмотрим не хотелось бы листик снимать и есть чё может быть получится нам как-то отодвинуть not но и чешуйки я не люблю оставлять он там черная вот это уже чешуя нашим там запревать начала еще им там надо не знаю где фокус вы знаете наверно все таки сниму лист хоть это будет некрасиво и главное добраться и орхидей q подлечить вот пожалуйста это место видите вот он старый корень которого возможно это все пошло тут виламин кусочки которые не удалены были под листом и идет вот такое вот запревание листа своем роде какая-то сухая гниль которая потом может переродиться уже не в сухую да с той стороны более-менее вот с этой как-то все не по-доброму снимаю остаток листочка сейчас будем обрабатывать шейку вот видите вот она и уже она начинает мокнуть вот тут уже мокро видите чё творится минут этот вон она уже в шею поставить или вам видно вот и тут уже уже друзья уже 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 обрадовалась сначала конечно еще сказать так хорошо пока отставлю чего тут тянуть время ваше мое сейчас сниму во второй орхидей тоже листик посмотрим что у нас что ждет нас здесь наверно подобное вот тоже кстати видите корешочек был срезанный возможно тут такая же ситуация опа это горизонт называет его самоубийцей бывает по 2 он черный по 2 горшек растения в горшке ну хорошо если вот мне ковырять сняли сняли вот тут тоже как будто да вот листик выйти подсушился подсох подсушился господи подсох на ну-ка но может пойти развиваться давайте чем помажем у меня же новый препарат вот есть я сейчас хочу его протестировать его все тут хвалят расхваливают апсин давайте им потому что раньше я всегда обрабатывала медным купоросом иногда бенлате это аналог фундазола либо самим фундазолом давайте топсину помажем и оставим в покое также больше ничего особо вот мы не будем трогать сняли сняли помажем и посмотрим что будет у нас друзья взяла топсин сейчас вот так вот растворил топсином такой вот я его купила ой а где его купил уже забыла или озон короче левого лица где-то есть у меня получения ну прям не буду не надо или не буду чё тут мне делать то непонятно пока и хочется и колется и непонятно что тут делать делаю тут так я конечно вот здесь бы применила наверное даже медный купорос он тоже отлично работает по шее кучу видео на канале имеется виду он тоже фунгицид и он подсушивает потом места подсушивает ну ладно давайте уж протестирую в очередной раз и хочу сказать я им лечила биглиб шоколад ой моя хотелка я так с ним научилась от получения несколько видео вы могли наблюдать обрабатывала обрабатывала он уже что только я с ними дело и по корням и по шее и и примоченки ему там все ну уж такой паршивец красивый ну так уж хотелось мне его в коллекцию и чё и сгинул он у меня сгину тут как пришел вот корни так и все и знала же что такое вот у него нрав вот так хочу и до сих пор хочу девчат и до сих пор хочу как это сделать ведь у кого-то он остается жить как-то вот сразу такая вот ситуация по корням у него все помазала в корне пока давать просто нету возможности фунгицид какое-то все не просох полива у меня может быть миллилитров друзья 30 я не знаю максимум это можно сказать в поддон вот такой грунт который просыхает очень долго кому-то удобно кто-то любит даже в таких такой грунт содержать и растут они неплохо да у меня тоже растут бывает уже лучше привыкшим привыкшей какой-нибудь системе это все потом свести ну пока нету возможности все же ждешь когда в рост пойдут а в рост пока не идут ну листик куда бедно дали и застыли и вон чего ждем надеемся и верим все таки же они смогли прожить у меня и лето и осень и уже можно сказать пол зимы надеюсь все будет хорошо спасибо за просмотр до новых встреч друзья на моем канале